добрый вечер все меня зовут владислав демьянов я официальная моя должность называется продакшен менеджер то есть менеджер по производству основная моя задача работаю в компании technolix translation studio это одно из технических бюро в украине и моя должность подразумевает не только поиск каких-то узких мест поиск способов чего-то сэкономить там ускорить но ради того чтобы эти способы найти мне часто приходится и менеджментом заниматься то есть я и как project менеджер работаю и иногда и переводить и редактировать то есть я такой комбайн в одном лице поэтому вот это вот все о чем вы сегодня говорили я знаю из точки зрения человека который это все организовывает компании и как переводчик который этим всем потом пользуется вынужден страдать или радоваться так по поводу значит для того чтобы немножко разрядить ситуацию вас сегодня загрузили огромным количеством информации приведем сразу котика котиков все любят они всем понятны это те самые зверушки которых вот о которых александр говорил и которые 20 лет назад пришли на рынок это к эту компьютер это translation то есть это программа или какое-то средство иногда это не программа саас так называемый то есть это вот тот же smart cut make it облачное какое-то решение что я не хочу сказать принципиальное свойство к эту состоит в том что все что она хранит и с чем она работает создана человеком они компьютером не машиной их очень много вы наверняка и всех знаете и некоторые из них уже перечислялись сегодня предыдущими моими коллегами поэтому на них мы останавливаться не будем а мт то есть кошка работает т.м. да это translation memory а мт это машин translation это полностью тут даже какая-то ирония есть в том что мт это те же буквы наоборот эта штука созданная не человеком она создана машиной и ключевое что нужно понять человеку которая работает с и с кошками которые продолжаются продолжают использоваться еще я думаю очень долго будут использоваться и с машинным переводом это разница между т.м. и мт. т.м. это штука созданная человеком мт это штука созданная не человеком она даже бывает бесчеловечная что такое перевод вот в самом общем понимании этого слова это передача смысла смысл это такая вещь с которой работает человек до машина со смыслом не работает ни одна машина еще к сожалению или к счастью не научилась работать со смыслом она работает с вашими буквами которые вы туда вводите также линию это просто последовательность нулей единиц и когда машина пытаются какие-то действия с ними произвести для нее все равно что вы туда введете вы туда можете ввести какой-то там не знаю кобзарь шевченко можно ввести вот такого же кота который потоптался вас по клавиатуре для нее это совершенно одинаково вот эта ключевая разница которую должен понимать человек который работает с мт рассмотрим некоторые характерные примеры где мт мажет где на него нельзя опереться это с чем человек который вынужден редактировать текст после после мт до после мт с чем он сталкивается как уже федор говорил очень плохо работает сеть я говорю прежде всего нейронных сетях потому что сейчас они самые популярные это короткие фразы машина строит перевод точнее то что мы называем переводом это на самом деле не перевод это подстрочник она строит свою продукцию как это даже не знаю как это проще сказать пользуясь каким-то контекстом то есть чем больше вы на вход ей даете тем точнее она попадает не случайно вот федор говорил о том что там корпус минимум миллион сегментов нужно ввести вот машине не хватило контекста видите фразочки короткие и уже получается в результате тут нам даже и людям то не хватает контекста то есть непонятно чуть такое ну и машина точно также не поняла нету информации для обработки нету хорошего результата garbage in garbage out то есть первое на чем мажет всегда машинный перевод это короткие фразы все все скриншоты которые здесь будут это все из реальных наших проектов то есть это это я не специальных подбирал фразы большими буквами судя по всему проблема состоит в том что на вход вот в этих в этих миллионах сегментов которые подают в нейронную сеть для создания перевода довольно небольшая их часть набрана большими буквами и большие буквы она воспринимает то как какую-то аббревиатуру которая пытается по непонятным правилам транслитерировать то просто воспринимает как слово которое нужно перенабрать кириллические кириллицы да вот посмотрите что она натворила я не знаю всем ли видно ну вот макс эксцептабиль тут даже непонятно на каком языке это видимо итальянский она так и написала эксцептабиль макс макс лоббл это видимо что-то максимально допустимое всегда всего всегда вот это вообще прелесть в элю дюринг это один сегмент разбился видимо на две части валютный дуринг откуда этот дуринг взялся это вот это слово которое просто заменили латинские буквы на кириллические то есть сегмент набранный большими буквами это всегда подозрение всегда редактор тут же должен на него обратить внимание и проверить все ли там хорошо ну и третье терминология здесь конечно речь о так называемых общих движках то есть вот например если мы возьмем google translate или там тот же дипель о котором уже говорили это движки которые общие они работают просто в них то загнан какой-то массив текстов он огромный но общего характера поэтому и терминологии там сложно говорить можно движок натренировать тогда будет лучше но терминология это тоже ужас тоже для примера я недавно был германии привез оттуда в такую штуку это я фотографию сделал я не знаю немецкого роты наверно файги читаются да ну что там перевел наверняка есть одинаковый перевод да на самом деле это инжир по моему точно так же google не хватает и и контекста не хватило из терминологии вы никто не научил вот с такими чудесами редакторам приходится сталкиваться постоянно вот это три вещи о которых всегда должен помнить редактор работающий по пост редактор так называемый то есть человек который редактирует после машины чудеса бывают и в других местах и тоже как уже и федор говорил александр машинный перевод иногда выглядит очень гладко ты его читаешь и кажется боже он у меня отбирает хлеба он он меня убивает а потом начинаешь вчитываться и да она гладко красиво но в результате получается полный кошмар нормально ван пинт до 1 ну какая-то пинта а тут друг обычно достаточно одной пинты пиво откуда это пиво взялось я таких вещей мог бы мне просто не хотелось затягивать презентацию такого можно накидать огромное количество то есть вот это гладкость этого текста красота которую там ты смотришь вроде бы все так отлично но если ты не сличаешь с исходником особенно если ты его не видишь потому что некоторые редактора моно вычитку так называемый делают они идут просто по под по таргету не глядя в сорс если вот на такие вещи не обращать внимание там можно очень попасться еще один вам пример это уже было да значит по поводу того как используется мт ноту и в нашей компании я знаю о многих других как он внедряется встраивается в производственный процесс есть всем известная штука те и пида тэп стандартный есть стандарт iso который регламентирует как должен происходить перевод правильно и те компании те бюро переводов которые сертифицированы по iso они должны доказать что у них используются вот и и пи там работает так называемый for ice principle то есть принцип четырех глаз он подразумевает что над любым переводом должно работать минимум двое один это переводчик который собственно перевод создает а другой человек который его контролирует есть подразумевается что editing и proofreading под выполняет одновременно второй человек каким боком сюда встраивается машинный перевод если выполняется так называемый full post mt что такое full post mt это такое использование перевода как результат которого никак не отличается от вот этого тэп то есть технически это выглядит как перед переводчиком вставляется машинный перевод то есть на вход переводчику дается не просто текст он не выбирает текст он работает с текстом который уже набран машиной это позволяет как уже говорилось резко ускорить объем работ там если например в среднем переводчик тексте среднего средней какой-то темы дает там скажем две три тысячи слов в день он способен переводить с помощью машинного перевода обрабатывая текст который уже набран машиной может там 67 тысяч давать вот александр говорил что паре с английский португальский этого уже достигли то есть при выполнении full post mt до переводчика встраивается еще один этап то есть есть специальный человек в крупных компаниях которые претранслируют текст ну понятное дело там возникает масса тонких нюансов там при работе с тем же google translate там нужно это как уже федор говорил не допускать того чтобы текст попадал в интернет если вы связаны с договором о неразглашении идеи есть нюансы с языковыми направлениями с темой обязательно понятное дело нужно об этом сообщать клиенту но суть в чем если выполняется full post mt то результат этого процесса никак не должен отличаться вот просто тэпа то есть от стандартного переводческого процесса иногда full post mt ну понятно что для клиента для заказчика который заказывает вот приз присылает заказы в бюро переводов это дорого и машина машинный перевод он позволяет не столько удешевить сколько ускорить перспективе это тоже удешевить но он прежде всего ориентирован на ускорение этого процесса но бывают такие заказчики как которым не очень-то важно качество этого перевода сколько важно важно скорость у них заказы идут сумасшедшими количествами и нечеловеческими то есть люди этого переварить не могут все бюро перевода украины наверняка россии и не только раньше но и сейчас я знаю занимаются пострадали от нашего любимого алиэкспресса все знают что такое алиэкспресс да как они это делали в начале да всем со всех щелей приходят заказы а вы сделаете ли там 20 тысяч слов на завтра то есть 20 тысяч слов это что значит любой менеджер который получает такой заказ он думает так подождите это 10 человек которые вот прям сейчас надо раздать и они завтра мне уже должны перевод дать но это слабо реально а текстом такой какой-нибудь например женщина красный кожа красиво вот что такое в таких случаях когда количество непомерно а сроки тоже непомерные то есть невозможно вписаться в эти рамки которые ставят выполняется так называемый лайт пост мт подразумевается что этап перевода то есть сам переводчик просто исчезает вместо него выполняется машинный перевод и вместо tab когда работает два человека работать один человек и он работает сразу с переводом с машин то есть грубо говоря он доводит машинный перевод до того состояния когда человек может понять о чём идет речь то есть вот эта фраза которая сказал это будет какое-то кожаное изделие, там, красивое кожаное изделие для женщин, да, все, он переписал, он даже не очень-то сверяет, там, это точно или нет. Он там подправил падежи, довел до минимального понимания, там даже, я помню, нам ставгайды присылали, и там прямо вот черным по белому написано, допускаются орфографические ошибки, на пунктуацию можете вообще не смотреть, вы только дайте, чтобы человек, который это читал, чтобы он понял. Вот это цель Light Post MT. Сейчас вот они стихийно, вы выделились вот эти два типа работ, и сейчас мы работаем с ними. Понятное дело, что когда бюро получает вот такой заказ, они должны себя защитить от возможных претензий к качеству в будущем, потому что здесь тонкая вещь, с одной стороны от тебя не требует качества, и это сильно расслабляет, а с другой стороны ну все-таки же надо хоть какой-то минимальный уровень качества дать. Поэтому вот сейчас я наблюдаю процесс, когда формализуются вот эти вещи, они немножко, ну немножко, сильно отличаются у разных клиентов, в разных языковых направлениях. Вот он сейчас выкристаллизовывается. То есть это не так давно вообще появилось это разделение на Full Light. Ну бегло по системам машинного перевода, тут уже много о них сказали. Единственное, что хочу о них сказать, мы на рынке Украины работаем, и нам нужны движки, которые хорошо работают с украинским. Вот DeepL, который наделал много шума, он, к сожалению, украинского не поддерживает. Промпт, который вырос вот из того самого... как... да... Одно время они обещали поддержку украинского языка, но потом как-то это дело заглохло, и насколько я знаю, сейчас он украинский не поддерживает. Есть еще недооцененная вещь SiStran. Это компания, которая была в какие-то бородатые времена, образована 1968, кажется, год. Она претерпела много взлетов и падений, но до сих пор жива. Но она, прежде всего, конечно, с языками, которые вот в Евросоюзе она работает, но русский она хорошо поддерживает, и тоже можно ее использовать. Ну, собственно, вопросы... Да. Мне можно, если можно, сразу два вопроса. Первый вопрос, вот список движков. Вы не смотрели движок амазоновский? Нет. Пока нет. Он тоже очень никакие результаты показывает, но не очень гипо. Рекомендую посмотреть. В украинском тоже? По-моему, да. То есть, в основном, на русский. Мы смотрели, но с украинским тоже должен работать. У меня вот такой план, что я должен просмотреть. Да, Amazon еще просто не добрался. Я понял. Тем не менее, у нас это один из топ-3 был. И второй вопрос. Вот вы сейчас показали, как примеры, когда ЛТ жестко ошибается. Вы в своей практике используете предварительные переводы одним движком и потом выдачу переводчику? Или вы предоставляете переводчику возможность самому видеть, что это МТ, и дальше вставлять его или не вставлять? Потому что здесь я видел уже петранслейд. Здесь они уже вставлены. Мы всегда переводчику сообщаем и клиенту сообщаем, если у нас есть намерение использовать МТ. То есть, переводчик знает, что он работает с МТ. Те сегменты, которые ему попадают на перевод, никогда не бывают стопроцентными. То есть, он понимает, что если, например, мы ставим штраф какой-нибудь 25% или 20% на сегмент, то он знает, что если больше 80, это значит уже работа человека была, а не машины. А потом мы просим фидбэк. То есть, переводчик говорит, вот, было плохо то-то-то-то, но меня удивило, что вот хорошо было то-то-то. Но тем не менее, вы заранее вставляете один-единственный движок, да? То есть, вы не можете отвечать несколько? Несколько нет. Эту интенту я уже для себя заметку сделал. Надо будет проверить. Это сесть, открыть и понять, что там читать. Это большая работа, ее надо проделать, да, мы понимаем. Есть ли вопросы еще какие-то? Да, пожалуйста. Вы сказали, впервые услышал, что оказывается, сами заказчики требуют, что можно от фотографической ошибки допустимо на пунктах, чтобы не обращать внимание. Не считаете ли вы, что это убивает отрасль? Повторяйте вопрос. Вопрос о том, не убивает ли отрасль официальное разрешение допускать ошибки. Делайте как хотите, плохого качества. Я понял вопрос. Все упирается в то, что ради чего делается. Если есть задача, ну понятно, если вы, например, локализуете руководство для какого-нибудь там Audi, да, или BMW, такого вам никто официально не разрешит. Если там что-то найдется, то там будут такие претензии, можно попасть в очень серьезные штрафы. А у вот того же Алиэкспресса у них задача другая. У них чудовищные объемы текстов. Никакие люди, даже посадите все бюро и дайте им одну и ту же работу, отложите все проекты, занимайтесь только Алиэкспрессом, вы этого не успеете. И это только один, а их там много. Поэтому у них задача дать хотя бы минимальное представление качества. Они эту задачу решают вот таким методом. Если можно, я немножко комментарий добавлю от себя. Недавно столкнулся с печальной фрактой, что одно концертное украинское агентство активно использует машинный перевод, причем абсолютно об этом не говорится. То есть там при переводе на русский возникают украинские слова, просто трансвитерированные, ну понятно, кирилльцы тоже самое. А у меня просто вопрос, у меня сразу же отношение негативное, что это не солидно, это неуважаемо. Также, наймите нормальных переводчиков, которые у нас русский, украинский, это не такие разные языки, нормально можно будет сделать. Но этого не делается. Вопрос заключается в том, сам заказчик понимает, что он вернет, сам бизнес понимает, что он делает. И так далее. То есть я уже не пользуюсь этим образом. Я вот в этой сфере вопроса. Вы смотрите на это глазами профессионала. Бизнес смотрит на это глазами человека, который оценивает прибыль. Если человек заказывает такое, это значит, был придуман такой метод и такой процесс, при котором прибыль, которую такой метод даст, ее значение перевешивает потери репутационные от возможных, какие-то люди там увидят, им это не понравится. Какой-то процент таких людей будет обязательно. Но потерять таких людей им не так страшно, как потерять прибыль, которую они от этого получат. К сожалению, бизнес развивается так.